Намасте! Меня зовут Лина, и я приветствую вас на практике инь-йоги. Особенность этого направления йоги заключается в том, что каждая асана фиксируется от двух до пяти минут. В этот комплекс я постаралась включить максимально полезные асаны, которые можно выполнять как с утра, так и перед сном для того, чтобы расслабиться. И помните, что ключевое правило инь-йоги — это не движение, но и не отсутствие движения. И не забывайте про дыхание. Давайте приступим к практике. Первая асана нашей практики называется «Тающее сердце». Мы садимся на коврик, укладываем подушку перед собой и вытягиваемся вперед, ложимся грудным отделом на подушку, голову поворачиваем в удобную для вас сторону и стараемся расположить таз над коленями, расслабить плечи, расслабить кисти рук и направить все свое внимание на те места, в которых вы ощущаете зажимы. Обычно это плечи, расслабляем их. Ощутите, как они становятся мягкими, растекаются. И также направьте внимание вдоль позвоночника, осознайте его изгиб в пространстве. Почувствуйте также, как раскрывается грудная клетка. Почувствуйте, как центр груди становится все более свободным с каждым выдохом. Оставайтесь, пожалуйста, в каждой позе столько, сколько необходимо вам для того, чтобы расслабиться. Дышите спокойно, полное дыхание животом. И когда будете готовы, медленно поднимаемся для того, чтобы перейти ко второй асане. Она называется пружина. Мы садимся на левое петро. Левое колено смотрит вперед, правая нога сверху. И мягко опускаем голову на подушку. Если для вас эта поза ощущается пока тяжело, вы можете не опускаться вниз, а остаться в положении сидя. Также вы можете воспользоваться подушкой для того, чтобы присесть на нее и сделать позу мягче. Принцип инь-йоги в том, что вы всегда выбираете позу, которая для вас комфортна. И постепенно добавляете в ней вытяжение с каждым выдохом. И также ищете расслабление в каждом моменте. Дышите спокойно. Оставайтесь в позе еще какое-то время для того, чтобы почувствовать приятное расслабление, легкость. И когда будете готовы, осторожно поднимаемся и меняем сторону. Постарайтесь сейчас ощутить разницу между правой и левой сторонами, когда мы сделали с вами уже на одну сторону, другая еще пока более жесткая. Возможно, также есть разница у вас в принципе в теле. Она может ощущаться сразу, может ощущаться через некоторое время нахождения в позе. Где-то больше зажимов, где-то меньше. Наблюдайте. Направляйте свою энергию, свое внимание с дыханием в те места, где ощущаете максимальные зажимы. И старайтесь их расслабить. Расслабьте плечи. Неважно, опустились вы вниз или делайте эту позу, сидя. Дышите. Расслабьте мышцы лица. И оставайтесь в позе еще на какое-то время. И поднимаемся. Поза ребенка. Уходим на пятки. Вытягиваем руки вперед. И укладываем голову на подушку. Очень приятная легкая асана. Для максимального расслабления. Однако, если вам здесь некомфортно коленям. Или вы хотели бы сесть повыше, вы можете сесть на подушку. Наблюдаем за дыханием. Ощущаем наше тело целостным. Стараемся оставаться здесь и сейчас, осознавая, то, что вы занимаетесь югой, вы не спите. Но в то же время, вы занимаетесь глубоким расслаблением. Следующая наша поза называется лебедь. Левое колено смотрит вперед. Уводим назад правую ногу. Можно остаться в этом варианте. Либо, если получается, подведите к себе правую стопу и развернитесь назад. Опустите плечи. Закройте глаза. Вы также можете использовать подушечку для того, чтобы присесть на нее, чтобы было комфортно находиться в позе. Вы можете опуститься чуть больше вперед, если это необходимо. Сосредоточьтесь на ощущениях вытяжения передней поверхности бедра. Или, если получается, можете полностью лечь на подушечку, продолжая притягивать к себе стопу. Расслабьте руку. Не старайтесь притягивать стопу к себе. Просто положите руку на стопу. И осторожно поднимаемся. Поменяем сторону. Правое колено смотрит вперед. Мы здесь не садимся на пятку. Если в таком положении у вас ощущение завала в сторону, вы можете присесть на подушечку. Понаблюдайте за дыханием. За ощущениями в пояснице. Не должно быть никакого дискомфорта в ней. Если необходимо, наклонитесь чуть больше вперед. Расслабьте шею, мышцы лица. Если вы чувствуете, что достаточно расслабились здесь, вы можете опуститься вперед на подушку. Оставайтесь в этом положении столько, сколько необходимо. Когда будете готовы, возвращаемся. Поднимаемся. Укладываем подушку рядом с ковриком. Фиксируем на ней колено. И разъезжаемся в стороны, поза лягушки. Постарайтесь расположить колени на уровне таза. А стопы на уровне коленей. Получается, что ноги образуют углы 90 градусов. В этой позе происходит глубокое раскрытие тазобедренных суставов. Эта поза не самая простая, она одна из самых трудных, пожалуй, в инь-йоге. Здесь мы можем чувствовать определенные ощущения боли, которые, однако, можно перейти. Попробуйте остаться в позе еще ненадолго. Возможно, это просто игра вашего ума, который боится, что вы навредите вашему телу и старается включить защитный механизм. Но благодаря дыханию у вас есть возможность отпустить эту боль и пройти чуть дальше. Это основной принцип инь-йоги. И следующая поза. Верблюд. Поднимаемся на коленях. Фиксируем ладони на пояснице. Раскрываем грудной отдел. Мягкий прогиб. Раскрываем центр груди к небу. Вы можете смотреть вперед, либо расслабить шею и отвести голову назад. Не держите долго это положение, если у вас есть проблемы с сосудами, если вы пока еще не практикуете много перевернутой позы. Для новичков достаточно будет сделать эту позу буквально на 10-15 секунд. С каждой практикой увеличивайте количество времени нахождения в этой позе. И компенсируем позу ребенка, скругляя спину и опускаемся вниз. Следующая поза у нас бабочка. Половина бабочки. Сгибаем одну ногу, другую вытягиваем и ложимся на подушку перед собой. Обратите внимание, что здесь и в принципе в целом в инь-йоге нет акцента на вытяжение спины. Спина может быть скругленной. Все для того, чтобы мы уделяли внимание именно расслаблению, вытяжению мышц, связок. Потому что именно расслабленные связки, расслабленные мышцы лучше тянутся, лучше подаются растяжке. Оставайтесь в позе столько, сколько вам необходимо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и поменяем сторону, поднимаемся, меняем ногу и также ложимся на подушку перед собой. Если вам комфортнее, вы можете укладывать подушку под грудной отдел, вы можете также садиться на подушку дополнительно. Оставайтесь здесь, дышите, отслеживайте ощущения в теле, оставайтесь в моменте, будьте собой. Не старайтесь никому ничего доказывать вашей практикой, вы просто практикуете для себя ни для кого больше. И завершающая асана, шава асана. Ложимся на коврик, раскидываем свободно руки ладонями вверх, раскидываем ноги, проверяем, что нет никаких зажимов в теле, закрываем глаза и остаемся в этом положении на какое-то время для того, чтобы ощутить связь нашего тела и нашего сознания. благодаря инь-йоги мы учим себя замедляться. Это очень важный навык в современном мире. если вы умеете в любом моменте искать радость, вы умеете наслаждаться жизнью. и даже если ваш привычный образ жизни достаточно активный, именно благодаря инь-йоге вы можете осознать себя здесь и сейчас. и возможно даже открыть для себя какие-то новые свои грани, более глубокие. Часто за активностью мы прячем свои страхи, обиды, боль. Мы боимся остаться в тишине, остаться в одиночестве, остаться наедине с самими собой. Не бойтесь этого. Открывайтесь себе, открывайтесь миру. И пусть инь-йога будет вашим проводником в этом удивительном пути. благодарю вас за практику. Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok